И начнем с возвращения с подозрением. После почти 50 дней отсутствия на работе, мэр Одессы Геннадий Труханов пришел на сессию горсовета и нарвался там на очередной скандал. Вообще ситуация вокруг Труханова уже напоминает, ну, сильно затянувшийся анекдот. В конце декабря градоначальник уехал. Весь январь не возвращался. В феврале ему пришлось брать дни отпуска за свой счет, чтобы, ну, хоть как-то формально объяснить пропажу. Периодически мэр отчитывался о визитах. То в Грецию, то в Чехию, то в швейцарский Давос. Ну, а в конце концов, в киевском аэропорту Труханова встречали уже не одесситы или соратники, а детективы НАБУ. В чем обвиняют Труханова и почему сегодня в Одессе далеко не все были рады видеть главу города, разбирался Андрей Анастасов. Спортсмен. С хорошим вкусом и чувством юмора. Богобоязненный. И просто надежный человек. Геннадию Труханову доверяет большое количество одесситов. Тем оглушительнее для них стала новость. Мэра задержали. А началось все полтора месяца назад. Именно столько Труханов не появлялся на рабочем месте. В конце декабря он ушел в отпуск, затем продлевал его, уезжал в командировки в Грецию, Швейцарию, потом снова брал отпуск за свой счет и снова продлевал. На странице в Фейсбуке многозначительное поздравление с Новым годом. Не жалейте частичку своего тепла в эти праздничные дни. Дайте знать, что вы помните о тех, кто далеко. Несколько недель одесситы гадали, что происходит с мэром. Все больше склонялись к версии. За Труханова всерьез взялись правоохранители, в частности, НАБУ. Некоторые эксперты говорят о том, что якобы таким образом он пытается избежать опасности вручения ему подозрения детективами НАБУ на рабочем месте. Речь о скандальной сделке 2016 года. Тогда одесская мэрия купила у частной фирмы здание бывшего завода «Краян», чтобы переселить туда свои управления. Хозяевам строение обошлось в 11,5 миллионов гривен. Но горсовет, внимание, приобретает его за 185 миллионов. На сессии оппозиционные депутаты пытались выяснить, почему здание оценили именно в такую сумму. Ответа им не дали, решение приняли. Извините, но я сомневаюсь, что кто-то из присутствующих видел эти выясновки. Опираясь, значит, на что мы собираемся проголосовать, принимать такое решение, нам это не разослали, нам не дали возможности с этим ознакомиться. В понедельник Труханов должен был вернуться из очередного отпуска. Но нет, снова командировка. На этот раз в Чехию. Напряжение в мэрии растет. Цель поездки Труханова не уточняют. Информация о итогах его поездки будет опубликована как на официальном сайте города, так и, я думаю, Геннадий Ленич на своей страничке напишет. Со вторника события развиваются стремительно. В Одессе сотрудники НАБУ задерживают двоих коммерсантов и одного чиновника мэрии, участников сделки по краяну. И вот он, пушечный выстрел. Объявляют о подозрении Геннадию Труханову, его заму Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Одессы Алексею Спектору и главе профильной комиссии Горсовета Василию Шкрябаю. Объявляют заочно, потому что не могут найти. Всех подозревают в растрате бюджетных средств. Ущерб оценивают в те самые 185 миллионов. В среду утром Труханов пишет в фейсбуке. Осматривал в Чехии трамвай и троллейбусы, перенимал европейский опыт, но вынужден срочно вернуться в Украину из-за следственных действий. В аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ, одесского мэра, задерживают и везут на допрос. Задерживают и Вугельмана. Он тоже вернулся из Израиля. Прокуратура хлопотает об оборудовании захода в виде держания под вартою, с внесением заставы 50 миллионов гривен для одесского городского главы, 30 миллионов для его заступника и 10 миллионов каждому из других участников вказанной схемы, вказанной проведения. В четверг утром заседание в Соломенском суде Киева. Внутри и снаружи группа поддержки Труханова. Рядом активисты националистических организаций, выступающие против. Одесский мэр на заседании выглядит уверенно. Обвинение опровергает. Говорит, купили здание по рыночной цене около 500 долларов за квадратный метр. Говорят, что есть другая, альтернативная оценка. Когда я услышал эту оценку, получается, что нам предлагалось бы купить метр помещения из порядка 230-250 долларов за метр. Но нет таких цифров здесь. Прокурор же утверждает обратное, дескать, между чиновниками и коммерсантами был явный сговор. В итоге судья выносит решение отпустить Геннадия Труханова на поруке Дмитрия Голубова, народного депутата от БПП. Чуть позже, под гарантией двух других нардепов, на свободу вышел и Павел Вугельман. Возле здания суда тем временем стычки. Дерутся оппоненты, звучат выстрелы. Один полицейский получает огнестрельное ранение в ногу. Трое участников беспорядков задержаны. В Одессе активисты явно разочарованы. Если вы посмотрите, вот эти все коррупционеры самого высокого ранга, никто из них до сих пор в тюрьме не сидит. До сих пор ни один суд по ним не закончен. Все они являются сейчас фигурантами расследований. Кто-то скрылся, кто-то продолжает дела эти пытаться развалить. Сегодня утром Геннадий Труханов уже проводил сессию горсовета. Сторонники встретили его бурными аплодисментами, противники гневными выкриками. Досудебное расследование по фактам возможной коррупции в Одесской мэрии прокуратура намерена провести за 3-4 месяца. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности недели. Телеканал Интер.